Украинцы украинской системы образования. Кстати, в Грузии у нас было один к одному то же самое. Реально качество образования катастрофически упало. Что мы с этим сделали? Во-первых, первым сделали ЗНО, потом как позже в Украине, но потом фундаментально поменяли всю систему образования. Мы дали ваучеры студентам и уравняли права частной школы, частные университеты и государственные университеты. Это означает, что студент, получивший какое-то количество баллов на общем экзамене, сам выбирает ему идти частные университеты и государственные. Он сам выбирает, сам голосует, а государство обязано дать ему ваучер, деньги выделенные соответственно с его результатами на экзаменах. То есть мы деньги даем не ректоратам, не ректорам коррумпированным, мы деньги даем студентам. А ректоры, ректораты, университеты они все равных условиях уходят на рынок. государственные или частные. И, кстати, то же самое мы распространяли в начале и на школы. И там уже родитель, там уже школьник, там уже студент голосует тем, где лучше дают знания, после какого диплома можно лучше обустроиться на работу, что дает больше квалификации. И эта система привела к тому, что в Грузии в рейтинге первых 10 университетов ведущие позиции занимают как раз частные университеты. Почему? Потому что они прагматичнее. У них нет больших расходов на ректорат и административные ресурсы. У них даже здания иначе устроенные, они более современные. Их отопить можно дешевле, их содержать можно дешевле, и они выглядят лучше. То есть мы проявили прагматический подход. Конституация, конечно, не уходит. У нас были программы, например, в школах мы привезли по учителю английского из Америки каждую среднюю школу Грузии. Каждый школьник Грузии мог пообщаться и получить уроки у американского учителя. Это, кстати, совсем недорого стоило нам. Было очень много волонтеров, которые приезжали. А в Украине это может сделать еще проще, потому что есть огромная украинская диаспора в Америке, в Канаде, которая с удовольствием приедет обучать на свою историческую родину. Мы дали каждому школьнику бесплатно от государства компьютер. Это означает, что... И туда мы загрузили учебники. Это означает, что не только школьник может иметь доступ к современной технологии, он может ее забрать домой. И даже если это бедная семья, то это вопрос социального равенства. В бедную семью ребенок приходит, приносит компьютер, кстати, который тоже мы выпускали в Грузии, который стоит несколько сот долларов. Мы отошли от зубрежки программ, тем знаниям, которые дают возможность мыслить, соображать, открываться миру. Мы сказали учителям, мы вас не выгоняем, но если вы сдадите экзамены, например, если вы химики, внедрите новые методы обучения в химии в школах, или учите компьютерные программы, или у вас будет дополнительный иностранный язык, мы вам будем платить в три-четыре раза больше. Добили заплату от 200-300 долларов до больше тысячи долларов в месяц учителю, тем, которые сдавали вот эти квалификационные этапы. Причем мы их готовили, переподготовляли, это не узбухты-барахты, мы им заранее все объясняли, программы, мы привозили лучших специалистов, в том числе из-за границы, чтобы их готовить. Очень красивые центры современные сделали для переподготовки учителей. В результате одна часть учителей стала очень квалифицированной, у них был материальный стимул. Более того, молодежь, которая выпускала высшие квалификации из университета, имела стимул идти у учителя, потому что выпускаешь в 2021-2022 года, и ты можешь получить сразу заплату тысяч долларов. То есть омолодился преподавательский состав, начал омоложаться. Старых учителей мы не выгоняли, но те, которые реально не соответствуют уже квалификации, мы им давали, или вы можете оставаться на своей заплате, там 200-300 долларов, или вы можете получить хороший пенсионный пакет и уйти. То есть конкуренция, материальный стимул, прозрачность, и главное, деньги идут за школьников, деньги идут за студентов, деньги не идут через директоров, и деньги не идут через ректора. И в Грузии вообще невозможно было, чтобы собирали школьники деньги на школу. А в Одессе я был шокирован. Массовые поборы массовые со стороны учителей, со стороны директоров, они живут припеваючи за счет денег, которые собирают у студентов или у школьников. В Грузии за это сразу сажали. Но зато мы обеспечивали эти школы, университеты. Опять нельзя их отдавать на систему кормления. Мы вас назначим директором, а сами добиваете деньги. Нет. Государство обязано их финансировать. Систему образования в Украине надо менять фундаментально и абсолютно переносить на другие принципы. Иначе каждый год 50 тысяч украинских молодежи уезжают в Польшу получать образование. Надо просыпаться, потому что Польша заберет всех наших лучших студентов. И Европа вообще. И мы остаемся ни с чем. Почему Польша заберет студентов? Например, потому что если ты в Кременчуке пойдешь в частный институт, частный университет, по большому счету, через все поборы, через официальную оплату это обходится дороже, чем где-то учился бы ты в Академии Казминского, например, в лучшей бизнес-школе в Варшаве, в центре Варшавы. Реально, чисто экономически выгодно ехать в Польшу, дешевле ехать в Польшу, а про качество и разницу качества образования я уже не говорю. Потому мы теряем молодежь. И она уезжает. И пока что правильно выступает. Она голосует ногами. Давайте менять ситуацию. Давайте в Украине есть хороший университет, католический университет во Львове. Это хороший стандарт. Вот давайте ориентироваться на этот стандарт, но через стимулы, через государственную политику. в Украине. В Украине.